На Украине настоящий политический террариум. Все против всех. Владимир Зеленский сегодня убеждал Конституционный суд в том, что самое нужное сейчас распустить Верховную Раду. Другая задача Зеленского избавиться, наконец, от прежнего правительства. Сегодня еще одна попытка. Вместо Павла Клинкина президент хочет сделать министром иностранных дел Вадима Пристайка. Он посол Украины при НАТО и внешнеполитический советник Зеленского. Еще одна фигура на замену – генпрокурор Юрий Луценко. Вокруг одного из ключевых постов – интрига. Кто может заменить Луценко, официальных заявлений пока не было. В репортаже Георгия Алисашвили о политических баталиях и церковном расколе среди раскольников. Заседание суда еще только открывалось, а спор о нормах Конституции уже дошел до рукопашной на подступах к зданию. А внутри в это время в привычном свободном стиле белая рубашка, без галстука Владимир Зеленский начал свое выступление на заседании Конституционного суда с напоминания. Это прежде судьи приезжали к главе государства на поклон. Теперь президент сам пожаловал. Так что ответ на вопрос, можно ли распускать Раду или нет, нужно искать только в законе. И, видимо, чтобы уж точно нашли, украинский лидер решил сам подсказать суду правильный вариант. Народ Украины аплодирует решению о распуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения это просто попытка народных депутатов еще на нескольких месяцах удержаться в своих креслах за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение. Обсуждение затянулось. Ближе к вечеру перешло в закрытый режим. Решение обещают опубликовать на сайте. При этом до новых выборов в Раду, когда бы они не состоялись, подвисают ключевые вопросы как внутренней, так и внешней повестки. На встрече в Москве киевский омбудсмен говорит прямо, Украина готова к освобождению всех заключенных россиян. Есть добрая воля президента Украины Вадима Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Изменила страна риторику. Наш президент говорит о том, что это освобождение. Но в то же время, скажем, по теме Донбасса, в Киеве с одной стороны президент, делающий противоречивые заявления, а с другой так называемая партия войны, однозначная политика, которая поставила под сомнение все итоги переговорного процесса. А представители оппозиционной платформы возлагают надежды на новую коалицию уже в новой Раде. Главное будет зависеть от результатов выборов в парламент. Кто туда придет и насколько они будут хотеть мира. Мы будем делать все, чтобы реализовать минские соглашения с новыми силами, которых в парламент изберет украинский народ. Покинувший заседание суда сразу после выступления, чтобы, по его словам, не давить на высокое жюри, Владимир Зеленский посвятил вторую половину дня чистке рядов. Подписаны постановления об увольнении гемпрокурора Луценко и главы МИДа Климкина. Последний грозился уйти сам, но до сих пор не сподобился. Та самая нераспущенная Рада не позволила. Своих постов лишились начальники СБУ пяти областей. Без работы также остались руководители 15 регионов Украины. На этом фоне с новой силой разгорается незатухающий церковный конфликт. Раскольник Филарет, оставшись не у дел в родном приходе, теперь продолжает раскалывать уже его, грозясь созвать 20 июня поместный собор Киевского патриархата и объявить там о недоверии уже Константинополю. Этот Томас мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томаса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Собственно, про то, что украинский Томас пустышка, с самого начала заявляли в Русской Православной Церкви. Но не все иерархи внезалежные так считают. Еще один лидер Раскольников, Епифаний, сегодня принял участие в праздничной службе в Стамбуле и даже получил там право держать речь. Правда, очень короткую хватило лишь на поздравления Вселенского патриарха Варфоломея с Днем Ангела.